Полиция Камешкова, Жукова, Харламу. Как за меня? Полиция дежурная часть Камешкова, Харламу. Харламу, да. Здравствуйте, Антон Николаевич Булгаков, журналист МИК, Камчатский регион, заместитель главного редактора. Будьте добры, поясните, пожалуйста, сегодня, насколько мне известно, задержали трех человек, живых мужчин, Радосвет, Ратимер и Александр. На каком основании? Поясните, пожалуйста. Они задержаны за административное право орушении. Какое? По телефону такой информации я вам не могу сказать. Ну, 19.3, насколько я судя по видео, то есть у них требовали паспорта, но носить новый паспорт никто не обязан, правильно? За что их задержали? Я согласен, Савель, ну, там, значит, в протоколе бы все указано за что, то есть не просто так, наверное. Ну, они же находятся у вас, да? Ну, пока нет, в отделе. В отделе, а в чем проблема? По закону 3 часа максимум нужно ли это до установления личности? Я не могу, в общем, пояснить. У меня их пока в дежурной части, у меня пока их нет. Они задержаны, как мне пояснить, за административное право нарушение. А в дежурной части нет, а где они в обезьяннике? Да нет, нет в дежурной части. Пока они у меня, и пока в отделе. По костями участковые занимаются, я их пока не могу сказать. А, то есть с ними беседуют, они там в этих кабинетах, да? Да нет, просто. Не за решеткой? Пока нет. Ну, что значит пока? Ну, пока нет. Составляют ободокола, да? Да. По 19.3? У меня нет материала пока по себе. Мне не принесли его. Ну, как не принесли его? У вас протокол задержания на руках? Или есть еще раз? Если был протокол задержания, они уже были в камере. Пока у меня материала нет. Нет, а протокол доставления у вас же на руках? У меня пока ничего нет. Вот, слышите меня? Ну, как, ничего нет, а людей уже свыше 6 часов удерживают. Это как так? Я сразу сейчас материала не составил. Вы не смогли, что там протокол написано. Нет, а на каком основании их до сих пор удерживают? То есть, более 6 часов? Ну, они у меня же находятся, я бы еще раз повторяю, они находятся в участковых. Сейчас с ними задаются участковые там. То есть, пока у меня материалов на них никаких нет пока. Ну, что значит не у вас? Вы дежурный или кто? Они в отделе участковых. Участковые с ними занимаются. Представляете? Ну, они оттуда уйти могут? Добровольно? Добровольно. Сейчас вот начну, сейчас вот участковый материал передаст, что там материал, мы посмотрим, что в материале. И посмотрим, что там дальше, какой протокол. Насколько мне известно, у них не было воли вообще куда-то перемещаться. То есть, у них там дела, домашнее хозяйство и все такое. То есть, они, по идее, должны были уже выйти. А вы полгода удерживаете. Я никого не удерживаю. Если вы не согласны действия других в полицию, можете обжаловать прокуратуру, высший ОВД, суд. То есть, вот таким образом. Так непонятно, почему они до сих пор у вас, если три часа максимума установления личности. У меня их нет. Они находятся у участковых. Они вставлены. А подскажите, пожалуйста, номер телефона участкового и фамилию. Сейчас подскажу. Давайте человека запишу, а подскажем телефончик участкового. А я же вам представился в своем начале. Я прослушал. Очень быстро сказали. Давайте подскажем. Давайте. Антон Николаевич Булгак. Антон Николаевич? Да, Булгак. Булгак, да? Ну, где проживаю, я вам не хочу сообщать. Можете записать мою официальную должность. Давайте. Заместитель главного редактора. Ага. СМИ Камчатский регион. Регион. Телефончик может быть? Не хочу. Не хочу. А для чего? Ну, не знаю. Вы сообщение делаете. Уточняйте, для чего. Я выясняю информацию, как журналист. Я вам представился, журналистом. Ну, я понял. Вы понимаете, я даже зарегистрирую сообщение ваше. Какое сообщение? Я вам ни о чем не сообщаю. Я выясняю информацию. А у нас регистрируется. У нас регистрирует регистрирует. Ну, регистрируется, значит, регистрируется. Тогда номер КОСП мне выдавать. Сейчас скажу, конечно. Давайте. Я вас не понимаю, вот честное слово. Зачем вам лишняя работа? Номер КОСП приезжает проводить проверку. Такие порядки. Да, дело в том, что вы сами на этот порядок сейчас переначиваете наш разговор. Я звоню не для того, чтобы... Я звоню. Это не я. Телефон, я так понимаю, я не могу вам сказать. Понимаете? Так вы уже все сказали. А что мне интересовало? Мне все сказали, кроме номера телефона участкового и фамилии участкового. Продолжение. Что? Я вам ничего не говорю. Это у вас предположение. Ну, как не говорили. Сказали, у меня же запись звонков видится. У меня тоже видится. Замечательно. Участковый Иванов. Записывайте. Иванов. Номер телефона. Мне, пожалуйста, федеральный. Плюс семь. Это его сотра, да? Это уже до телефона. Угу. Так, хорошо. И номер КУСП? Сорок два. Семьдесят восемь. Угу. Так, а о чем я сообщил-то? Вы мне можете пояснить? Я же ничего не сообщил. Уточняете, на каком основании задержаны? Совершенно верно. Запрос информации от СМИ. Можете так вырегистрируйте. Роти мир и... Родосвет. Родосвет. Да. Мы сами задержаны. Эти граждане. Вот о чем сообщили. Нет, не граждане. Они живые человеки-мужчины. О, хорошо. Извините. Благодарю, что понимаете и осознаете свою вину. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Давайте, давайте я буду решать, что мне делать и что нет. У вас есть неоплаченный штраф, штраф суда. Вы о нем прекрасно знаете. У вас есть право вообще требовать от меня что-то, навязывать мне что-то. Я вам объявил свою... Вы нарушаете мою свободную волю. Мы являемся органами принудительного исполнения. Так, у вас тактика такая, да? В одно ухо долбить, в другого, чтобы я сосредоточиться не мог. Мы с вами общаемся или с вами? С нами. Я с кем общаюсь? С вами со всеми или конкретно с кем-то? Вот один из них, который требует оплаты. Сергей Иванович, вы почему не оплачиваете налоги, штрафы? На каком основании вы уклоняетесь от оплаты налогов? Где у Витя Ивановича? Вы Сергей Ивановича, где Витя? Это человек-мужчина Ратимир. Мужчина, зовут меня Ратимир. Я похож на человека? Я человек... Подождите. Мы будем пререкаться или что? Я не личность, я живой человек. Понимаете? Я живой человек. Паспорта у меня нет. Об этом прекрасно знает начальник УФМС. А что случилось с вашим документом? Вернул назад начальник УФМС. Не помню, к сожалению, несколько лет назад было. Об этом уведомлен был и прежний руководитель, начальник милиции УМВД Камешкос. Гордегов, по-моему, так? И потом Рамазанов был уведомлен об этом. Свои документы, воля изъявления. С чего я должен ему? Это не является... Какой у них это... Мы все время посмотрим, кто то есть. Не являются документами, которые имеют легитимность на территории Российской Федерации. Тут нет территории Российской Федерации. Вы можете подтвердить, что это территория... Давайте начнем так. Вы можете подтвердить, что это территория Российской Федерации? Господа, это полемика. Какая полемика? Согласна абсолютно. Того, кого ищете, здесь нет. Какие еще вопросы там? Вы требуем то, что вы должны. Вы должны к оплате за должность штрафа и госпошлину. Так, мы будем пребивать или уважение проливаем друг к другу? Вы будете меня перебивать или выслушаете мою точку зрения? Мы вас слушаем, слушаем. Во-первых, я ничего вам не должен. Должны вы мне, как должностные лица, это вы должны. Я живой человек, я никому ничего не должен. Что мы вам должны? Исполнять свои обязанности на своей территории. Вот мы и приехали исполнять свои обязанности на своей территории. По закону. По закону. По закону Российской Федерации. Мы обязаны из вас взыскать данную задолженность. Какое? Вы в школе учились? Тут нет, Сергей Иванович. Вас учили вообще к культуре обращения как-то или чего? Вы почему перебиваете мне все время? Потому что вы утвердите, что у вас нет документов, быстрее очки лично, и говорят, что есть у вас? Ну, как же тяжело. Тяжело. Куда делать? Что? Если бы вы оплачивали свои задолженности, было бы легче? Было бы легче, мы бы к вам не приехали. У него нет задолженности, девушка? Есть. Нет. Я никому ничего не должен. На кого у вас решение суда? Покажи меня, ознакомлю. Покажи нам, покажем. Меня ознакомлю. Не надо. Смотри, штраф тысячи рублей. Мне не надо ничего. Кто там указан в постановлении? Кто указан? На кого? А вы кто там указан? А я тут? А я тут, на своей земле? Я не вот это вот, то, что у вас там написано. Я вот здесь стою. Вот он я. Понимаете? Вы можете подтверждить, доказать, что это я. Вы можете доказать, что вынесет не овчинька Сергея Ивановича? Я вам ничего не обязан доказывать. Нет. Обязаны? Я ничего не должен вам доказывать. Вы обязаны? Нет. Ничего я вам не должен доказывать. Тогда получайте документы. Не обязаны? Давайте проедем. Да, проедем, наверное, в полицию. Остановим ваш личность. С чего я должен ехать? Чтобы установить личность, достаточно, чтобы он... Раз вы не предъявляете свои документы... Покажи воле и зеленья свои. Пусть они успокоятся, ребята, и все. Убедятся, что все свои документы. Доброе утро. Что случилось? А вы кто такой? Я судебный приступ КУПДС. Замечательно. Документы есть? Да. А вы кем являетесь? Вы сначала представьте. Чему я должен вам говорить? Человек. Человек, значит, гулять, мы общаемся с Сергеем Ивановичем. Он являетесь в должником по исполнительному производству. Если вы не являетесь в частном исполнительному производству, пожалуйста, подвиньтесь. С вами мы не разговариваем. Все. Вообще, где вы Сергея Ивановича видели? Может, вы можете уезжать у нас? Сергей Иванович, ну как документы? Я еще раз вам говорю. Это Ратимер. Вы можете подтвердить, что я Сергей Иванович? Да. Вы можете это доказать? Вы проживаете по адресу России, Владимирской области, Кировской области. Деревня Ручкино, дом 29. Вы здесь проживаете? Вы в этом уверены? Конечно, на 100%. Вы являетесь Сергеем Ивановичем общинниковым. Что это он совершил? Вы подтвердите это, предъявляйте документы, мы посмотрим, что вы не Сергей Иванович, общинник. Пусть докажите, пожалуйста. Пусть докажите, пожалуйста. Пусть докажите, пожалуйста. Вы не являетесь в частном исполнительном производстве. У вас как? Идет по вашему желанию приписать ей персону навязательную, да? У нас есть решение суда. Какое решение суда? Решение суда удостоверилось, нашла персону, предъявил ему решение. А ты спрашиваешь, пожалуйста, покиньте место совершения суда. Я хочу ознакомить Сергея Ивановича, он отказывает. Зачем мне решение суда? Давайте я вас ознакомлю, вы посмотрите, что мы с вас взыскиваем. Тут штраф у вас, посплошная неоплаченная. Вы к нему почему предъявляете? Я вам вручу постановление о возбуждении, вы в банке оплатите. Вы даже, это самое, ну покажите удостоверение еще раз, посмотри. Да, конечно. Вы можете доказать свою личность? У меня нет личности, я, я живой человек, стою вот здесь. Личность, это фиктивный, но опять на печати, ничего, да? Ну как-то он печать считает. Где? Голограмма, да? Где печать? Голограмма стоит, это не печать. Это гостов не знаете, да, своих? Это внутренний пропуск ваш. Вы личность подтвердите? Личность подтвердите свою. А вы подтвердите личность с вами. Подождите, она же предъявляет претензии. Служебное удостоверение является... Служебное удостоверение, где в законе написано, что служебное удостоверение является документом, подтверждающим личность. Вы что, к чушь огородите? Подтвердите свою личность. Служебное удостоверение для прохода... Это для прохода вашей внутренней организации Ваш рабочий документ Но никак не подтверждает вашу личность Подтвердите Вы у нас полицейский Это подтвердение сотрудника Мы подтверждаем действия сотрудника Так личность подтвердите Откуда я знаю, что это самое Сотрудник вообще является тем В маске стоит персона какая-то Пусть подтвердит личность Она на фотографиях тоже в маске Какие документы у нас подтверждает личность Согласно закону Для сотрудников полиции удостоверения Кто вам такое сказал? Покажите в законе Где в законе профессия Читайте сами закон, если вы не знаете Мы прекрасно понимаем, что закон говорит Что подтверждение личности является паспорт Российской Федерации Удостоверение моряка А вы мне подтвердите свою личность Я вам предоставлюсь по закону Почитайте ФЗ номер 3 о полиции Я вам еще раз говорю Я не личность Я живой человек Поехали в отдел, разберемся С какой стати я вам должен С вами должен куда-то ехать Если вы отказываетесь предъявить паспорт У вас есть право Значит проведем, сейчас узнаем Есть или нет Посмотрим У вас есть право Узнавание то, что он является в законах непрописанных У живых людей не что Ратимир, иди предоставь им документ Где-то фотографии, где-то имя у себя Удостоверение человека Им нужна личность? Подтверди им сейчас Пожалуйста Пойдем на встречу Ваших фиктивных документов То, что имеется у гражданина Пускай предоставит Он не гражданин Вы сейчас на территории Российской Федерации Вы сейчас на территории Российской Федерации Где есть определенные права и правила И обязанности Которые нужно исполнять Пускай предоставит то, что он хочет показать Пускай покажет Пускай Будем дальше разбираться Скажите документы Докларацию Донести Комплект Мы так поняли, что вы не подтвердили свою личность Я подтвердил По закону Российской Федерации Судебные приставы Имели полицейские Должны быть граждане Российской Федерации Вы вообще не являетесь участниками исполнительного производства Поэтому мы с вами даже не должны разговаривать Ладно, давай паузу сделаем Давай Последовательно Вы предъявляете претензию к Ратимиру Право требований предъявлять Чтобы предъявлять какие-то право требований Вы должны подтвердить свою личность Что вы граждане Российской Федерации С вами нам не интересно разговаривать Подтвердите, что вы граждане Российской Федерации Потому что судебными приставами могут быть только граждане Российской Федерации Как мы знаем? Может быть вы американские эти лазутчики пришли? Если нам вызвано удостоверение соответствующего образца Где написано в вашем удостоверении, что вы граждане Российской Федерации? Федеральный закон почитайте. По закону ФЗ номер два. У нас не ФЗ номер два. Что документом, подтверждающим личность, является паспорт, удостоверение, удостоверение судей. Почему? Потому что вы говорите, что может быть госслужащим только граждане Российской Федерации. Правильно. Ну, доколе мы являемся госслужащим, значит автоматически мы можем считаться гражданами. Правильно? Вы знаете, на заборе тоже там написано. Сейчас мошенников много. Мало ли что. Сейчас вам тоже соответствующего образца принесет удостоверение, где подтверждается личность. Мы с ним узнаем. Алло. Которые не в курсе вообще. А вы что тут? С вами вообще никто не разговаривает. Вы кто? Покиньте, пожалуйста. Нет совершенно фонда не действий. Садитесь в сторону. С вами не разговаривают сейчас. Есть друзья есть, понимаете, которые знают вот чего, зачем. А вы спрашиваете на всему посторонний. Дружины можно, наверное, спросить, да? Но свидетельствует, влечениях, в человеке, это на странице фондации. Почему они вы... Извини, Игорь, при всем уважении. Какой Игорь? Где вы видите Игоря? Нету никаких Игоря. Слава Александрович. Вы за нас или как бы тут кто? Вы определитесь? Почему здесь за вас, за нас? Я сам достичь. Кто проживает дома? Ну так-то тем более. Я нормально проживаю. Артемир, принес? А учеников Сергей Иванович, да? Вот этот человек. Да, учеников Сергей Иванович. Вынес документы. Вячеслав Александрович, ты чего лже-свидетельствуешь? Нет, нет. Я сам вышел, он скажет. Ты чего лже-свидетельствуешь? Он сам за себя отвечает. А с кем он проживает в этом доме? Он или супруга, дети, кто? Ты сейчас являешься, этот, как его, свидетелем? Вы прямо начинаете... Давайте посмотрим ваши документы. Здесь говорите. Вот он сам, что я говорю, дети. Детский демокрест. С какого перегуба я вам должен показывать документы свои? Не свои, а личности свои. Являетесь должником фонтанного производства. Я не являюсь должником. Это вы так определили? Вы назначили меня должником или как? Вы меня назначили должником или как? Вы пытаетесь сейчас меня оскорбить? Вы зачем за документы ходили? Я говорю, вы меня пытаетесь оскорбить или как? У нас должником по решению суда становится, да, у вас? Не обязательно. Вы суда или как? Не обязательно по решению суда. То есть по вашему желанию? У нас есть по решению суда, что вы являетесь должником спорта. По вашему желанию. Нет, не по желанию. Если тебе говорят, люди говорят. Он тебе говорит. Вы человека живого? Ты чего вклиниваешь-то? Назвали живого человека? Саныч, лучшая помощь. Идите пока. Не надо. Люди, нормальные люди. Чего я плохого сказал? Вячеслав Исаныч. Твоя помощь и мы сами разберемся. Не к тебе же пришли. Я вам свое удостоверение показал, представил. Ты покажи ему тоже свое удостоверение. Все. Я показываю. Да, все, показываю. Вот мое удостоверение. Да. Дальше что? Вот это моя личность. Это не я лично, а моя личность. Это не удостоверение государства. Лично я вот стою вот здесь. Данное удостоверение не является. Я человек, живой. Стою перед вами. Зовут меня Рафимир. К вашей персоне, которую вы называли, я не имею никакого отношения. А вот это моя личность. Вот в этой декларации все прописано. Эта декларация рассылалась. Помимо Путина, Клокольцева, Рамазанова. И кого еще, помимо этого, порядка 50 посольств, стран разных. Можно напечатать, но рассылать не всем. Вот это моя личность. Если предъявляете претензии моей личности, предъявляете... Я с вас спрашиваю паспорт. Что? Это, данная земля, есть территорией Российской Федерации. Вы можете подтвердить, кроме ваших умозаключений на эту тему? Я вас прошу предоставить мне паспорт, как должностному лицу. Вы отказываетесь. Вы отказываетесь. Все уже было доведено. Покажите норму закона. Где написано норму закона? Что уже все доведено сотруднику. Подождите. Вы сказали, что позволяет законные требования сотрудникам. Сотрудникам. У нас коммерческие услуги отказываются. Вам конкретно сказали. В коммерческих услугах не нуждается. Я вам показал удостоверение государственного образца. Теперь я прошу вас показать мне паспорт, гражданин Российской Федерации. Я у вас даже не прошу, требую подтвердить, сослаться на норму закона, по которому вы имеете право требовать от человека предоставления каких-либо фиктивных бумажных... То есть фиктивных паспортных... Бумажных... В соответствии с Федеральным законом 229 об исполнительном бюджетном... Покажите мне этот закон. Вы как должностное лицо обязаны исполнять... Не вы. Вы как должностное лицо обязаны выполнять свои эти самые обязанности. Так верно? Покажите мне этот закон. Покажите мне этот закон и что там написано в этом законе. Не освобождаясь из ответственности. Это документ нелегитимен на территории общества. Я являюсь гражданином Российской Федерации. Значит нам надо установить его личность в отделе. Он вам показал свою личность. Давайте, вот он, вот, вот, личность он показал. А его личность? Вы вообще покиньте, пожалуйста, место проведения исполнительных действий. Место проведения исполнительных действий покиньте. С вами разговариваем. А вы что здесь распоряжаете? Здесь есть полиция. Вы-то что распоряжаетесь? Я распоряжаюсь, потому что вы являетесь должником, Я судебный приисков Вы назначили меня должником Вы кого назначили должником Суд кого назначил должником Должником назначили кого Персону Что такое филу Персону Ну вот удостоверим сейчас вашу личность Мою личность Устанавливать не надо Жена, друзья, брат Может удостоверить его личность Я вас в последний раз прошу предоставить документы Устоверяющие вашу личность Вот моя личность Вы подтвердите, что это территория Российской Федерации Вы отказываетесь Ребят, смотрите Вы Моховровский Подождите, я говорю Вы отказываетесь Предоставить мне паспорт Как я могу предоставить Что-то, чего у меня нет Вы о чем говорите Я вам следую Изначально сказал У меня нет паспорта У меня нет паспорта Я еще раз вам говорю У меня нет паспорта Вы обязаны проехать со мной В отдел полиции Для установления вашей личности Вы позвоните Радосвет, как ее Валерия Алла Валерьевна Уважаемый Вы слышите меня? Вы слышите меня? Алла Валерьевна У ФМС Начальник У ФМС Паспорт на стол Вы позвоните Вы отказываетесь Отказываетесь Нет у него паспорта У вас нет Законных требований Законных абсолютно Вы понимаете Российской Федерации У вас нет У вас нет права Требовать от меня Что-либо Вы отказываетесь Вы подтвердите Сначала право Своё требовать А вы отказываетесь Подтвердить Свою личность? Вы то? Ну так паспорта Все дела Я удостоверение Своё уже показал С непонятной печатью Вы здесь С какой целью находитесь? С целью охраны Общественного порядка Я что Нарушаю общественный порядок? Нет А что вы тогда давите Приближаетесь к нему? Вы что сдавили человека? Вы не предъявляете документы? Еще раз Покажите удостоверение Вы не предъявляете документы? Отказываетесь Оплачивать Штрафы Я повторяю Граждане Я запрещаю удостоверение Свою вести Ознакомиться Без проблем Съемку запрещают Вы должностное лицо? Соответственно У вас немного Удостоверение Я запрещаю Это просто видеосъемка А что ж там попало? Вы сами Можете светить или не светить Анатриаткин Валерий Александрович Так Я сейчас его жену вызываю И она все подтвердит Его личность Ради бога Все Ратимир Успокойся Да я спакую совершенно Просто Со всех сторон В уши дуют И не успеваешь Сосредоточиться Или иди сам Жану позови Не хотят По-человечески Общаться Один на один Надо же Так Младший лейтенант Полиция Прятки Не нужно снимать Не снимай Удостоверение У них там Это запрещено Оперомполномоченный У УР Это что такое? А дело уголовного Уровского А дело Ё-моё Я что еще В уголовном Представили Вы ознакомлютесь Причем здесь ОМУР Вообще Ознакомлютесь Достоверение ОМУР Здесь при чем? Я не понимаю Я что уголовник У меня уже Помимо должником Еще и уголовником Вы ознакомились Вы какое отношение имеете к обеспечению Безопасности Правопорядка? Мы строевое подразделение Полиции Такое же Как и любая другая служба Так, а что вы здесь делаете? Указание начальника У вас есть документы От начальника Покажите мне документ Вот у меня документ А доверенность где? Вот мой документ Доверенность где? Установленного образца Доверенность от Рамазанова Вот мой документ установленного образца У вас есть доверенность от Рамазанова? Вы слышите меня? Вот мой документ установленного образца Почему я должен Я должен нас не уверить То что мы сейчас Так вот жена идет Этого человека Вот жена идет И ребенок Вот она Лучше жене никто не может свидетельствовать скажите кто это мой муж живой мужчина человек ратимир он отец моего ребенка ребенок подтверди кто ты кто это вопросы исчезли ребята не в коем случае почему не еще потому что нам необходим документ у него вот его документ покажу нам он уже уведомил вот люди подтвердили мою лично теперь у меня к вам опять разговор у нас не я должен я должен у нас является документ паспорт это зрители это свидетели свидетельствует мою личность не мою ли можно меня как человека среди можем а мою личность видеть из вот вот этот документ который есть этот документ у рамазанова около кольцева в администрации путина по закону международного права у меня к вам вопрос конкретно кому да конкретно к вам что делаете сейчас здесь вы обеспечивая общественный порядок какой порядок обеспечиваете вы здесь общественно вас на сюда отправил рамазанов начальнику мвд или как он непосредственно руководитель непосредственный руководитель у вас Есть доверенность или выписанный документ Какой-то такой Я должен верить вам на основу Что некий начальник ваш Я должен верить Что некий начальник Вас послал в суда Арестовывать меня Требовать от человека какие-то Вы подтверждаете что именно ваш Непосредственный начальник Вот я сейчас на камеру говорю Ваш непосредственный начальник Отправил вас сюда Кстати фамилия и имя отчества начальника Вашего непосредственного, который вас сюда отправил Скажите, пожалуйста Ярослав Виталич Харимчук Ярослав Виталич Ахримчук Мы вам покажали удостоверение, подождите Покажите вы нам удостоверение Не перебивайте, пожалуйста Я с вас уже полчаса требую Уважаемый, в этот диалог не уместен в данной ситуации Этот диалог Сотрудник полиции выкинул Что вы за люди-то такие Давайте кто-нибудь один будет разговаривать Я же с вами один разговариваю Я сейчас с вами один разговариваю Давайте кто-нибудь Итак, доверенность от руководителя доверенности Уважаемый, я с вами не разговариваю Подождите пока Так, ребята, давайте по очереди Мы с вами сейчас разговариваем, так? Именно так Вы утверждаете, что у вас нет документа Не перебивайте, пожалуйста Вы хотите сказать, что это не документ? Вы не можете Вы не можете выполнить законно требуется Я хочу узнать Понимаете? Я хочу узнать Ну вы можете ответить мне на мой вопрос? Я хочу узнать Вы сначала на мой ответите А вы на мой, может, когда-нибудь ответите? Вы же права требований Я отвечу на вас Давайте решим сначала с вас С вами вопрос Вы же пришли к нам Вы утверждаете Дайте, ребята, дайте я один поговорю Вы утверждаете, что Ахримчук Ваш непосредственный начальник Я утверждаю, что у вас нет документа Опять вы перебиваете Что же вы за люди-то, я говорю? А для чего вы спрашиваете то, что не нужно? Вас в школе учили, вежливо общаться Не перебивайте Причем мы отнесем здесь в школах Чтобы у вас были законные требования Вы должны все по закону поступать Вы должны подтвердить по закону Я уже подтвердил Не удостоверение показать Я удостоверение вам в союзе Установленное показал Установленного образца Хорошо А той организации, от которой вы приехали Доверенность Почему я должен верить Что вы Должны сейчас Вы Вместо того, чтобы сидеть Ловить там уголовников в кабинете Я не знаю Или бегать там по улицам уголовников Ловить Вы должны находиться здесь И выполнять свои должностные обязанности Какие обязанности Я и хочу выяснить Может вы Может вы Взяли сейчас Сейчас Где-нибудь должны отдыхать Взяли Одели форму Приехали сюда Чтобы требовать от меня что-то Почему я должен На самом верить Что вы сейчас Находитесь на законном основании Здесь Я вам показал удостоверение Установленного образца Вы хотите Еще раз Давайте Давайте Я вас слышу хорошо Не перебивайте Я сейчас объясню Давайте я вам Не нужно Подождите Я хочу с человеком Сначала выяснить Этот разговор Ни к чему не приводит Вы хотите сказать Я хочу сказать Что у вас нету Любой сотрудник полиции Даже если он находится У него есть Я ничего не хочу сказать Я хочу сказать Что вы не можете Предоставить документ Для того, чтобы вы могли Подтвердить свою личность На территории российской администрации Я хочу узнать Я хочу узнать На каком основании Вы сейчас находитесь Вы можете подтвердить Документально Что вы сейчас Находитесь здесь Законно И предъявляете Законные требования К человеку живому Вот это я хочу выяснить Если 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 на то Пошло Это любой сотрудник Приедет Выцепит кого-нибудь На улице И будет требовать От него Исполнение законных требований Хотя он в этот момент Где-нибудь может Отдыхать должен был Ну это конечно Он надел форму И пошел Калымить Вытрясать Он с тех же узбеков Деньги Во время этого Коррупцией заниматься Да Коррупцией заниматься Вы Вы можете подтвердить Что в данный момент Сейчас Здесь Вы находитесь Законно И предъявляете Законные требования Я вам подтверждаю Бумагу Я вам подтверждаю Я показал вам удостоверение У вас должно быть Писано какое-то Распоряжение От начальника Так ведь Должно быть требование Какое-то Это самое Нет бумаги Значит нет Если нет бумаги Вы не можете подтвердить Законных требований Значит у вас требования Незаконные Я участковый Уполномоченный Полиции Иван Дмитриев Старший лейтенов Подождите Данный персоной Теперь находится Незаконно Вы проживаете В деревне Ручкино Которая входит В зону моего обслуживания Я не проживаю В мои должностные обязанности Входит выявление И пресечение Административных Правонарушений В настоящий момент Вы мне не предоставили Документ Удостоверяющий Вашу личность То есть Я не знаю Кто вы Я вам еще раз Я вам объясню Я требую вас Проехать в отдел полиции Для установления Вашей личности Я свидетель не является Жена подтверждает Я прошу вас Проехать со мной В отдел полиции Для установления Вашей личности Я не знаю Кто вы Павли кто вы Хорошо Я вам отвечу На этот вопрос Вы меня просите Проехать с вами Вы не показали Мне документы То есть паспорт Что является Документом Удостоверяющим Личность гражданина Он отказывается От ваших услуг Я сам за себя отвечу Вы меня просите Проехать с вами На вашу просьбу Я отказываю вам В вашей просьбе Ваша просьба Вы не выполняете Законные требования Сотрудника полиции Это требование Это требование Или просьба Вы мне объясните Вы обязаны Сотрудник Я подошел Показал вам свое Служебное уставление Вы отказываетесь Вы на законных основаниях Здесь стоите Вы отказываетесь Мне предоставить паспорт Если вы на законных основаниях Здесь стоите Покажите От руководителя доверенность Который вас направил сюда На выполнение Я работаю по своим служебным обязанностям За которые я расписываюсь Я вам повторяю еще раз В них у меня прописано Что я должен выявлять И пресекать Административное правонарушение В настоящий момент Я выявил административное правонарушение Данный гражданин Отказывается Мне предоставить паспорт Административное право Ну нету паспорта Еще раз говорю Ну нету значит Едем в отдел Али Валерий Горин Паспорт вернул Вот у нее и спрашивайте А при чем тут Али Валерий Почему Потому что Вы просите паспорт Этот паспорт находится у вас В организации А я не с вами сейчас разговариваю Понимаете Вот идите туда А он за себя ответить не может Я человек самостоятельный Я прошла Я прошу вас пройти в служебный автомобиль Чтобы проехать в отделение полиции Для установления вашей личности Вы отказываете Его личность подтвердили и жена И ребенок И я как брат И друзья Как это не является Доказательством личности Я прошу вас пройти в служебный автомобиль Вот та личность которую вы требуете Вы просите Я вам отказываю на вашу просьбу Я нарушаю этим какой-то закон Да Покажите мне этот закон Коап статья 19.3 Что такое Коап Кодекс административных правонарушений Правонарушений Это закон Кодекс Это кодекс Это не закон Соответственно я закон никакой не нарушаю Так ведь Это кодекс Вы спросили что такое Подождите Я знаю что такое Вы совершаете административное правонарушение Чьи права я нарушаю Объясните мне Административное правонарушение Чьи права То есть вы не показываете мне документы Удостоверяющие вашу личность При этом чьи права я нарушаю Вы обязаны Скажите мне, что удостоверяется вашей личности, что человек обязан... Вы отказываетесь мне, то есть вы говорите, у вас паспорта нет. Я прошу вас на законном основании проехать в отделение полиции для установления вашей личности. А какой смысл в этом? Есть подтверждение, подтверждается все здесь, на месте. На месте подтверждать. Что вы, цирк устраиваете? Вы не можете... Личность мы подтверждаем как друзья, как жена, ребенок. Лучше, чем жены свидетельствовать за мужа никто не может. Я просил паспорт. Паспорт, то есть мне отказали. Паспорт у Горина. Сейчас, 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 да. У вас в организации находится. Паспорт у вас в организации находится. Я его сдал. Рамазанов знает об этом. Прошу вас пройти в служебный автомобиль для проезда в отделение полиции для установления вашей личности. То есть вы нарушаете установки вашего руководителя? Вы законным образом требуете от меня или просите? Требую. На вашу просьбу я отвечаю отказом. Тогда я требую. А если вы предъявите норму закона? Вы, кодекс не является законом. Если вы говорите, что я нарушаю какой-то закон, покажите, какой я закон нарушаю. И где в законе написано, что человек был человек? Вы не показали мне паспорт. Гражданин Российской Федерации. Значит, вы не исполнили законные требования сотрудника полиции. Так получается? Конституция Российской Федерации для вас действует? Вы руководствуете Конституцией Российской Федерации? Кому относятся? К гражданам Российской Федерации. Я не являюсь гражданином Российской Федерации. Ну а кто вы тогда? Я вам говорю. Я не являюсь гражданином Российской Федерации. Мы должны остановить согласно действующих законодательств. Я не являюсь... Я прошу вас против... Доверенности нет. Рукоприкладство. Вы сейчас... Вы... Вы это... Рукоприкладство. Вы просите меня. Я... Незаконные требования. Вы нарушаете мою свободную волю. Показывайте. Я вас не трогаю. Я вас тоже. Пройдемте в служебный автомат. Крышка есть? Да, я с собой возьму. Вы... Ты откажешься от их услуг? Я отказываюсь. Я отказываюсь от ваших коммерческих услуг. Я ему... Я вам не оказываю услуг. Я уже говорил три раза об этом. Коммерческая организация. Как вы можете заказывать другие услуги? МВД зарегистрирована на коммерческих сайтах. Я вас, коммерческая организация. Требует пройти служебный автомобиль до проезда отделения полиции. Данные персонажи представляются сотрудниками органов... Без доверенности. Без предписания. Без доверенности требует... Предъявляет какие-то права, требования от живого человека. Я им... Отказываю. А это снова рукоприкладство. Вы сейчас нарушаете, уважаемые, свободную волю. Вы применяете сейчас без силы, без силы, против... Он же отказался от силы, без силы. Не бракайся. Я отказываюсь. Я спокойно совершенно. Я отказываюсь. Меня против моей воли. Впихивают грузовик, фургон. Забирают насильно. Я подтверждаю, что моего мужа, Расимира, заталкивают силы. На этом у вас тоже есть законодательные какие-то нормы права. Вам жена подтверждает его личность. Задержимые карманом покажите, пожалуйста. Оля Сергеевич. Отказывается. Вы обыскиваетесь сейчас мне. Я против с fácilа куплена сержанта Тараемовского. Вы мне поддержите ли что? Меня такой порядок. Я требую. Какой порядок? Я не законный требование. У вас есть законный... То есть... Вы говорите, что у вас есть законный требование, да? У вас... Вы предъявляете законные требования, да? Я его показал. То есть вы говорит, что я обязан вам показать. Обязанный. Так? Обязанный. Кто обязан вам показать? вы это кто вы на как я водитель я не я человек живой я живой человек у вас нет ножиков иголок против и поющих предметов я живой человек вы говорили российской федерации у человека только права и свободы вы нарушаете закон российской кстати присягу свою нарушаете вы должны оберегать человека права и свобода человек превыше всего свою присягу я не являюсь гражданином российской федерации я являюсь живым человеком об этом я уведомил вот его шуми на вот вот это не является документом государственного образца то есть вот таким образом устанавливать является это документом или нет вы гражданам израиль тоже так же будете относиться вы не являетесь гражданом российской федерации а гражданам соединенных штатов тоже будете так относиться он подтвердил свои иные документы его личность подтвердила жена и брат вы на основу мне не верите что у меня не не нужно проверять таким образом покажите наглядно что значит наглядно он добровольно не соглашает своими руками пожалуйста поняты их сюда блин вы чё творите вообще мальчики блин а да ничего просто так чтобы хорошо слышать протокол досмотра составлять протокол досмотра это его задержание в протокол задержание вы вертите карман а что что вам сделать я добровольно отказываюсь от этого я не желаю с вами ехать никуда если вы меня задерживать оставлять протокол задержание именно так и не как правильно я с вами не соглашаюсь ехать никуда устанавливать ее личность здесь вам уже подтвердили личность. Протокол задержания составляйте? Составляйте протокол задержания. Давайте. На законном основании. Мы не задерживаем. Мы его не задерживаем. Пошел он, все. Я свободен, если вы меня задержали, так? Задержание это когда вас сажают в камеру. А это... Вы ограничиваете его в передвижении? Вы ограничиваете его в передвижении? Про какого сломания? Потому что он не исполнил законные требования сотрудничества. Пройдите автомобиль, пожалуйста. Я вас никого не слушаю. Составляйте протокол задержания. Вы составляйте протокол задержания. Протокол задержания. Пусть вы составляете. Не препятствуй. На тебя что-то попытаются. Я добровольно не даю свое согласие, чтобы вы меня помещали, доставляли куда-то. Я вам очередной раз говорю. От ваших коммерческих услуг я отказываюсь. Мне не нужны ваши коммерческие услуги. Вы коммерческие услуги оказываете населению тому, кто соглашается. Кто соглашается с этим, с вашими услугами. Я не соглашаюсь. Мне не нужны ваши услуги. И право требовать от живого человека... У вас нет права требовать от живого человека. Вы не подтвердили полномочия свои. Я вам показал достоверение государственного образца. Это колесо будет шуночку. То, что вы являетесь сотрудником, я не оспариваю. А то, что находитесь здесь, выполняете какие-то это самое, вы подтвердите. Вы не подтвердили. Документально подтвердите. Бумага, доверенность. Какая доверенность? От кого? От начальника, который вам доверил. Я действую согласно своим должностным инструкциям. Всех подряд хватать? Вы нарушаете 615-й... Силой грузят. Силой. Применение силы. Применение силы идет. Налицо. Применение силы нет. К человеку. Если нет, тогда собирайся и уходи. Они не ограничат тебя в передвижении. Бесполезно. Не отпустят, будут сейчас запихивать. Будем стоять сколько надо. Вы ограничите ее в передвижении. Вы же добрые. Глаза у вас добрые. Договор. Надо мне глаза договаривать. Инструкция. Инструкция. Протокол задержания составляйте, Артеметр. Он не задерживает. Добровольно он не идет. Протокол ограничения в передвижении составляйте. Потому что кто же потом отвечать-то по этому протоколу будет. Да. Составляйте протокол. Он добровольно никуда не собирается ехать. Составляйте протокол. Составляйте, чтобы все по закону было. Чтобы у вас было законное требование, составляйте все по закону. Составляйте протокол. Вы же будете насильно запихивать на территорию, да? Зачем? Что зачем? Я к вам участок тоже не собираюсь. Я к вам участок тоже не собираюсь. Протокол указать мне, пожалуйста, вы отказали, что не можете мне предоставить. У вас участковый старший? Протокол задержания или ограничения в передвижении составляющих? Вы у нас самый главный, да? Я думаю, что вы у нас исполняете законные требования. Чтобы были законные требования, я с вами полемен. Протокол, свидетель или руководитель. Составьте протокол, пожалуйста, на основании протокола. Человек будет накоплен, подпишет, не подпишет и будет садиться в машину. То есть получается, что приехали бандиты из окновления человека, без предъявления документов, без ничего? Я не личный, вот моя личность, по-моему. У нас сейчас, подождите, у вас старший есть? Кто у вас старший вообще? Вызывайте старшего своего. Я. Вызывайте своего старшего. Возник конфликт интересов, вызывайте старшего. Я здесь старший. Я на данной земле участковый. Закон о полиции. Я выявил и пресекаю административное правонарушение. Закон о полиции. Между вами возник конфликт интересов. По закону о полиции. Возник конфликт интересов. Вызывайте старшего. Я. Вашего начальника. Вы пресекаю административное правонарушение. Я имею право. Я не согласен с персоной, которую вы пишете. Вызывайте начальника. Подождите, я сейчас буду звонить 112. Да, вызывайте 112. Как телефон вашего начальника? Укажите телефон вашей организации. Ну? Начальника непосредственно. Кто вам дал? Кто вам дал указание? Выезжайте сюда. Телефон начальника, покажи. Хорошо, телефон приемный. Вы составляете, понимаете, как? Поездка в начале. Ну и так далее. В репортаж там. Приемный, Морзович. Вон там телефон дежурной части есть. Вон, смотри, телефон на стекле. Привет, сотрудник полиции. Телефон дежурной части. Давай, звоним. Добрый день. Она не учреждена в сотрудничестве федерального... Я живой человек, мужчина, зовут меня Ратимир. Ко мне приехали какие-то персонажи, представляются сотрудниками полиции, не подтверждают своих полномочий, показывают... Алло, мне не надо... Ваш разговор записывается, данный? Я говорю, разговор данный записывается. Я хочу оставить устное, волеизъявление свое. Как живой человек, мужчина. Меня зовут Ратимир. Меня не надо консультировать. Я хочу волеизъявление оставить свое. Разговор записывается, данный? Мы принимаем, мы принимаем только экстренные войны. Данные разговоры... Скажи, что на тебя тут нападают, по сути. На меня нападают какие-то... На меня нападают какие-то персонажи, которые не предъявляют документов. Я звоню сейчас по 112, так ведь? Экстренный вызов. Ну давай, позвоним непосредственно. Заговор записывается, вы мне ответите только на... Вот тогда я сейчас... Пишите разговор, я оставляю волеизъявление. Я живой человек, мужчина, Ратимир. Ко мне пристали какие-то... Будьте добры, пожалуйста. Не перебивайте, я оставляю волеизъявление свое. Запишите его, от вас больше ничего не требуется. Проблема нападения. Я вам еще раз объясняю. Запишите разговор. Просто запишите разговор. Можно мне оставить волеизъявление. Вы можете немножко помолчать и послушать, либо не послушать. Пусть разговор запишутся. Вот составлено. Хорошо? Алло, вы слышите меня? Вы слышите какого-то человека, который исполняет обязанности. Благодарю вас. Я живой человек, мужчина. Зовут меня Ратимир. А потом отвечать будете вы. Меня остановили персонажи, которые представляются сотрудниками полиции, при этом не подтвердили, показали какое-то удостоверение, на которое нет удостоверений, ни по ГОСТу, печати, главный является гомограмма обычная. Документ не соответствует ГОСТам Российской Федерации. Не показали недоверенности от руководителя, на каком основании они здесь находятся, что требуют от меня. Нет подтверждений никаких. При этом говорят, что они исполняются, а только какие-то законные требования. Опять не могут подтвердить, какие законные требования, что от меня хотят. Я им объяснил, у меня нет паспорта. Паспорт я сдал начальнику УФМС Гориной Али Валерьевне. Паспорт находится там. Соответственно, показать я им его. Не могу этот паспорт. Фамилии, имя, отчество, которое они предъявляют. Я не являюсь. Я живой человек. У меня нет никаких паспортов. У меня есть личность, которую я им предоставлю. С чем они не соглашаются. Я не буду ни с кем разговаривать. Вот, учитывая, отказывается. У живого человека не может быть паспортов, документов каких-либо. Живой человек. Я здесь стою перед ними и говорю, что я живой человек. Какую личность они хотят устанавливать? Вышли свидетели, которые подтвердили личность. Не согласны фамилии, имя, имя, отчество, которые они сказали. А как живого человека. Вот и все. Поэтому я им сказал, что я отказываюсь от их коммерческих услуг, не нуждаясь в их услугах. Они начинают применять физическую силу, запихивать меня в свой УВАЗик. Куда-то пытаются доставить. При этом не составляют ни протокол задержания, никаких документов. Просто насильно пытаются запихать в свой УВАЗик. Личность жена подтвердила. Свидетели есть. Теперь давайте все-таки с руководством свяжемся в дежурную часть. Что? Деревня Ручкино. Так называемая деревня Ручкино. Мешковский район. Вас спрашивали? Нет улиц. Улиц здесь нет. Здесь одна улица проездная. Мы все стоим сейчас на этой улице. Да, зовут меня Ратимир. А у кого вы можете узнать, что я хочу? Что я хочу? Я хочу оставить волеизъявление свое. Остаться дома. Дома зарегистрировано было. И скажите мне, пожалуйста, номер. КУСП. Я не заявку вам оставляю. У вас разговор пишется, соответственно, вы его регистрировать должны. Правильно? Это мое волеизъявление. Я требую его зарегистрировать у себя. Чтобы не стерли и не выкинули куда-либо. Я хочу официального... Что? Понятно. Если бы действие по закону было бы все это в руке. У вас колебинар будет так. Почему? Наличие удостоверения... Что значит? Это экстренная служба. Она должна регистрировать эти данные, насколько я понимаю. В Ковру это все регистрировалось и выдавалось сразу КУСП. Номер. Ну хорошо. И список документов перечислить, которые вы следите. Не понял, что я сам что-то. Как это не... Вы на месте обязаны говорить этот номер? Если оно регистрируется. Вы полиция не застрелились. Это ваш пропуск. В общем, я требую мое данное волеизъявление зарегистрировать у себя. Я требую зарегистрировать это волеизъявление. А телефон руководства можно получить? Такую, надеюсь, услугу вы оказываете. Руководство МВД, ОМВД. Как оно у вас в Камешковском? Так, а позвольте узнать номер руководства МВД, кто там сейчас, дежурной частью МВД. Чтобы все мировое сообщество знало об этом. Не надо нам обжаловать суде. Будьте добры, соедините, пожалуйста. Лучше предупредить это дело. Поэтому пусть они совершают по закону. У человека права и свободы. Еще раз повторяю, права и свободы. И обязанность полиции охранять права и свободы. Обеспечивать его как высшую ценность. Пусть они составляют. Я вам все подтвердил. Как я могу? Сейчас свяжемся с руководством. Все, до свидания. А при чем тут руководство? Ребят, сейчас с вами свяжется начальство. Сейчас свяжемся. Кого-то будет на месте, там и поговорим. Не надо на этот... Не надо этот... Мы здесь подождем. По согласии на доставку куда-либо. Мы здесь подождем. Начальство было известно. Я не даю свою... Опять, дорогоприкладство? Опять давите? Нет, вы Игорь Иванович. Вы к кому обращаетесь? Вы к кому обращаетесь? А чего вы отвлекаетесь? А? Вы к кому обращаетесь? Вы к китайской увенщики? Нету, Игорь Иванович. Давай снимать, что до свет с кем разговаривает? А чего вы вы играете тогда? Девушка? Перед вами стоит человек, мужчина раздаст вверх. Я вижу. Давайте по-хорошему. Вот и все. Машину скачаем. Все, все на своем состоянии. Все нормально. Все так держать. Вы неправильно обращаетесь к человеку. Я не гражданин. Вы можете? Вы сейчас вот пытаетесь в очередной раз меня оскорбить. Смотри, они физически просто подавливают и подавливают. Вы пытаетесь меня оскорбить. Я вас нахожусь и нахожусь оскорбить. Назвав гражданином. Я не являюсь гражданином. Я понимаю. Присаживайтесь в автомобиль. Вы решили за меня, что я гражданин. Я назвался живым человеком. Присаживайтесь в автомобиле. Хорошо. Вы портите документы, пожалуйста. Опять дали. Мы собираемся в ваше имущество украли. То есть вы пытаетесь... Вы не... Попроси их не трогать тебя руками. Они тебя руками трогают. И другим телом. Вы не дождетесь... Вы не дождетесь... Вы не дождетесь... Вы не дождетесь, брат. Вы не дождетесь, брат. Вы не дождетесь, брат. Вот жена моего брата. Подтверди, кто я. А вот данный персонаж кто такой? Можно я пройду? Ну, проходите так, чтобы мне не мешать. Без ущерба для меня. Я понимаю. Но вы просто можете отойти на полшага назад? В каком основном? Ну, потому что я могу пройти. Присеките, пожалуйста, правду. Мне не хочется. Может быть, вы обойдете? Я вас попросил. Можете? Я не хочу удастся в вашу просьбу. Он потом может продать ее куда-то, да? Он снимает конкретно меня. Он снимает конкретно меня. Где-то понятна рождественная. На улице не запрещено снимать. Любой может снимать на камеру. Он снимает конкретно меня и мою частную рождественную. Вы можете меня знать, с кем я являюсь? Ну, вину не в течение. Я обращаюсь к вам. Вы сотрудники полиции. Я обращаюсь к вам. Присеките право нарушения. Он нарушает мои права сейчас. Вы же говорите только, что я бандит, а сейчас я сотрудникам знал. Такой же документ. Вы сейчас опять же самое наговариваете. Вы можете подтвердить, что я вас назвал бандитом? Не трогай его руками. Вы можете подтвердить, что я бандитом? Случайно даже. Не трогай его случайно руками. Почему вы все время обманываете? Почему вы все время обманываете? Я вам все просто председаю. Какую цель у вас сажают в автомобиль и за что? Я вам говорю, пресеките, пожалуйста. Я требую от вас исполнять свои служебные права нарушения. Я требую от вас исполнять своих обязанностей. А это рукоприкладство, фиксирую. Я запрещаю вам трогать меня руками. Запрещаю. Мы что будем зафиксировать? Применяют фиксирую, насильно зафиксируют. Я отказываюсь доставляться куда-либо. Осторожно, осторожно. Очки не помните. Дмитрий, тут у нас еще один должник. Тоже надо удостоверить лично. Можно сдвинуть? Свидетели мои. Представляете, паспорт предоставляет Игорь Иванович? Чего? Вот еще, если один человек, который проявляет подлужником, тоже не может предоставить нам документы. У меня нет. Хотя это... Вы спросите у людей, кто я. Человек, мужчина, родосвет. Свидетельствую. Человек, мужчина, родосвет. Мою личность удостоверяют друзья. Если я буду удостоверить за себя, то это шизофрения. Вы можете предоставить паспорт? Это шизофрения, удостоверять себя. Давайте проследуем тоже в отделении полиции, там удостоверим. Значит, и мы ваш личный удостоверим, и сотрудники полиции удостоверят. Вы можете мне предоставить паспорт? Как вы личному удостоверите, когда у него нет паспорта? Ну, как? Посмотрим. Мы вот подтверждаем. Мы свидетели. Вот смотрите, а потом приезжайте. Да, приезжайте. Вы можете мне предоставить паспорт? То есть вам люди... Я на законном основании... Вам человек подтверждают, что я человек, мужчина, родосвет. Гражданин, я к вам хочу брать. Нету, гражданин, вы меня хотите оскорбить? Я полиции, вы меня хотите оскорбить? Сержант Арапов. У вас есть паспорт? Как, сержант? Сержант Арапов, мой помимо. Тарап? Арапов. А, Арапов, а имя очередь есть? У вас замаз принесли... У меня есть паспорт. Имя и отчество? Как раз к вам обращаться? Паспорта у меня нет. Я помню, пронюю я вам назвал. У вас паспорт есть? То есть к вам обращаться гражданин Арапов? Сержант Арапов. Сержант Арапов. Так? Вас устроили? Так. Ко мне обращается человек, мужчина, родосвет. Никак иначе. За оскорбление личности, договор публичной оферты... У вас есть паспорт? Гражданин Арапов. У меня нету паспорта Российской Федерации. То есть вы не можете удостоверить свою личность в данный момент? То есть на территории Российской Федерации существуют только граждане Российской Федерации или есть другие, у которых другие... Граждане других федераций могут, республик... Но они должны удостоверить также паспортам, либо внутренним, либо паспортам, разрешениям, разрешающим. Принесите, пожалуйста. Принесите документы. Принесите, пожалуйста. Какой паспорт вам? Галентин? Слава с Афпортом. Серьез. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова